всем привет вы на канале хоббит wargamer с вами андрей и я решил записать ролик про база самый как говорится легкий способ оформления базы в этот ролик войдет три варианта первый у нас будет простой песочек второй у нас будет пробка ну а третий вариант это у нас песочек пробка и снежный эффект так что давайте приступим давайте начнем с самого простого варианта могут состоять просто из пвай песочка в дальнейшем у я вам покажу как можно это будет апгрейдить но основные как говорится элементы от нас песочек клей пва следовательно берем ненужную вам кисточку ушатанную убитую она понадобится для как говорится более грамотного распределения клея по подставочке главное чтобы равномерно распределить пва и потом берем кусочек сыпем оп 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 все дела если у вас уже моделька стоит на подставочке вам ложечка не нужна вам удобнее будет держаться за модельку и елозить поставкой какой-то емкости с песочком все осталось подождать пока это схватиться высохнет загрунтовать и начать красить наша песочная база как вы видите уже загрунтована давайте ее покрасить первым слоем у нас будет такой темно-коричневый можете использовать любой другой это такой найти слой подложка перекрыть грунт и задать такую основную тему база у нас будет земляного цвета такая вот коричневая после высыхания мы ее прольем проливочкой ну и следовательно как все высохнет продолжим база после проливки у нас подсохла и у нас остался только dry brush начиная с темно-коричневым заканчивая вот костяным ну и следовательно активный dry brush средний dry brush и практически и вот самый легкий легкий приступим база почти готова остался вот последний слой его нужно совсем чуть-чуть чуть-чуть чтобы вот самые выступающие элементы окрасить придать еще больше крутизну наши базе такой эффект получается но это не все я решил добавить к этой базе немножко травы я вот есть такой набор покупал его лет 7 назад чтобы приклеить кустики на базу нам понадобится клей момент и пинцетики просто чтобы было удобнее держать мажем и следовательно приклеиваем ждем пока подсохнет и проведем еще одну маленькую манипуляцию ну и напоследок мы давайте эти кустики немножко покрасим чтобы как сказать придать им более такой завершенный вид пожухла травы например берем тем же самом dry brush как вы видите после нанесения краски кустики распушаются если так можно сказать становятся более объемными ну и еще вы также убираете всевозможные отвалившись от общей массы эти вот этом иголочки задуваете и вас уже становится отличная красивая база как вы видите эффект очень очень прикольный также могу вам сказать что не обязательно красить именно под землю такими вот коричневыми тонами можно покрасить например и серыми оттенками получится вот такой вот вариант базы также как вы видите еще можно кустики покрасить совершенно любой другой краской любым другим цветом и получится такие ритик все на какие-то кустики с этим вариантом и закончили переходим к следующим для второго варианта вам понадобится вот такая вот подставочка под горячая это пробка у них есть совершенно разные текстуры мне вот нравится вот какой большой текстурой на довольно таки еще и сказать высокая да и следовательно можно же разрезать пополам для экономия либо создавая какой-то более разноуровневый такой ландшафт меня тоже есть кусочек более не уже юзаный с него как говорится и начнем просто обламываем берем нашу базу и как бы вот смотрим как это будет у нас смотреться когда мы найдем так нам не надо найдем как говорится то положение которое нас устраивает мы его просто приклеиваем но я вот думаю что слишком толстенькая база получается давайте-ка я ее порежем на двое но мы смыть как прикольно будет выглядеть вот давайте как рыцарь сидел приклеим клей не жалеете больше клея лучше схватиться ждем пока все это дело высохнет оставшееся пространство также можно посыпать песочком и следовательно сочетать два этих варианта вот такой вариант у меня получился как вы видите я добавил побольше пробки и совсем немножко песочком просто для того чтобы первые две базы они отличались друг от друга и в стиле покрас и в стиле во фара оформления хочу вам напомнить что приклеивая к базе вот такую пробку вы к этой пробке не сможете приклеить модельку приклеить то вы ее сможете но скорее всего она держаться не будет поэтому я рекомендую вам просверлиться следовательно в пробке и в ногах модельки и через какой-то там скрепку либо вот миллиметровую проволочку и как говорится закрепить тогда это будет выглядеть максимально надежно на очереди у нас вот такая каменистая база следовательно цвета который мы будем использовать начнем с темно-синего просто чтобы опять же задать тон на всю базу нанесем эту красочку размажем а потом прольем проливочка в данном случае взял агракс потому что меня его больше а тут в принципе без разницы какой будет какая будет проливка вам главное немножко перебить основной цвет сделать его более приближ приглушенным ну и какой степени вот опять подчеркнуть да то вот эти все углубления тени и могут быть власть база у нас подсохла приступим драйбраш начнем мы с темно-серого ну а дальше мы продолжим с вами фенрисиан греем и немножечко алюминистратом грей вернемся на этом этапе наносим последний цвет самый-самый такой на эти легкий драйбраш чтобы просто подчеркнуть углы и все каменная база готова можно использовать как какую-то скалу как какой-то скалобетон там как угодно пока печь покрасить можете применяя свои цвета главное вот несколько слоев драйбраш чтобы был такой найти более глубокий цвет что ли опять же легко и просто делается вы смотрите вместе такой же вот вариант на модель который сейчас крашу немножко другие цвета я использовал кажется она посветлее но технология тоже третий вариант у нас будет снежный будем делать снежную базу для этого нам понадобится пищевая сода клей пва белая краска и чистая емкость для перемешивания как вы видите базу я уже подготовил осталось только нанести на нее снежок чем и сейчас и взаймемся ну и сверху сверху нам надо будет присыпать непосредственно просто содой чтобы получилась вот эта вот такая вот колючесть снега понятное дело что остаточки которые не приклеятся потом вы стряхнете ну что давайте подождем к все это высохнет и посмотрим на готовый результат база у нас подсохла такой эффект получился как видите даже похоже да вот на какую-то рыхлость настоящего снега заметьте это просто сода всплывает не какие-то там кто варианты от производителей так что могу вам рекомендовать пользуйтесь хотите эффект снега но не хотите за него платить пожалуйста минимальные затраты смотрится очень круто вот подошел ролик концу такие вот у меня база получились вам конечно же надо оставить свои комментарии понравилось ли вам так такой формат имеется ввиду будете ли повторять у меня есть еще идеи на несколько роликов так что ваша активность в первую очередь расскажет мне нужно ли снимать дальше или нет везде подписывайтесь и где ставьте комментарии прожимайте лайки с вами был андрей всем пока а а